МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Размахивал оружием из окна своего авто. В городе судят умельца, который переделал стартовый пистолет в боевой. Махали документами, работали отверткой. Нижнекамку пытаются выселить из квартиры. Прокуратура на связи. Надзорные органы обзванивают участников общественных слушаний. Сядет, но потом. Почтальону, которая обманывала пенсионеров, вынесли приговор. Дети рисуют войну. Кто победил в республиканском конкурсе «Город творчества»? Сами варят, сами празднуют. В Нижнекамском районе прошел фестиваль джема. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Пьяный задор за рулем автомобиля плюс пистолет в руках. В Нижнекамске судят мужчину, который показывал мимо проезжавшим автомобилистам оружие. Как позже выяснилось, разрешения на его ношение у него не было. Любопытный факт в том, что изначально он покупал обычный сигнальный пистолет. Позже переделал его в боевой. Пистолет приобрел для самообороны, если честно, так на всякий случай. Случай ждать себя не заставил. Правда, это была совсем не самооборона, а просто пьяная выходка. Произошла она минувшим летом вот на этой улице Чешмале. Подсудимый, видимо, решил продемонстрировать свое оружие. В нетрезвом виде он сел за руль автомобиля и начал размахивать пистолетом. Мимо проезжавший водитель вызвал полицейских. Началась погоня. В результате ее подсудимый попал в ДТП. Далее была больница. Допросы. Началось следствие. Стали всплывать интересные факты. Изначально мужчина был владельцем вполне безобидного сигнального пистолета. Правда, превратил его в боевое оружие. Помогла инструкция в интернете. О том, как переделал пистолет, подробно рассказал в показаниях. Также хочу добавить, что без стрельбы я самостоятельно переделал колостые патроны. Подтравматически я именно вытащил из холостых патронов пыш и на его место ставил резиновые элементы. Данным патроном я нарядил в магазин вышеуказанного пистолета. После этого я стал перевозить данный пистолет у себя в автомобиль с целью самоборного. Подсудимый вину признал полностью. Свои пьяные гонки с пистолетом помнит плохо. В свое оправдание говорит лишь одно – оружие ему было действительно необходимо. Сколько случаев уже было. На меня тоже нападали уже. Я работал в такси, подрабатывал. Нападали, деньги отнимали. Один раз машину чуть не разгнали, выкинули из машины. Была такая ситуация. Просто вовремя ребята подъехали, помогли. Только ради этого, чтобы обезопаситься. Данное преступление предусматривает реальное заключение под стражу. Учитывая положительную характеристику подсудимого, прокуратура предлагает рассмотреть в его отношении условный срок. Приговор будет известен 6 декабря. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, Новости НТР. За присвоение более 300 тысяч рублей 4 года колонии с отсрочкой. Нижнекамский городской суд вынес приговор экспочтальону, которая собирала у сельских жителей деньги за услуги ЖКХ и тратила на свои нужды. Ее жертвами стали более 100 пожилых доверчивых людей. 25-летняя девушка свою вину признала, но объяснить, почему пошла на большой обман, не смогла. Обвиняемую в хищении чужих денежных средств отпустили из зала суда, но ненадолго. После того, как ее ребенку исполнится 14 лет, подсудимая будет обязана отбыть наказание. Одной из тем, которая сегодня активно обсуждалась с нижнекамцами, стал дымящий факел на заводе «Этилен». Фотографии с черным дымом, исходящим из трубы, люди делали с разных ракурсов. Но вот содержание было одно – снова травят. Как сообщили в пресс-службе Нижнекамской нефтехимы, оборудование завода «Этилен» готовится к ревизии. В связи с чем возможно сжигание остатков нефтехимических продуктов на факеле с его дымным горением. На период простоя на производстве при дымном горении организовано подфакельное наблюдение. А помощники городского прокурора обзванивают участников общественных слушаний по проекту производства метанола. Людям задают несколько вопросов, такие как, к примеру, являются ли они сотрудниками компании «Нижнекамск нефтехим», а также добровольно ли те пришли на мероприятие и голосовали, и оказывалось ли на них давление. Напомним, проверку инициировали экоактивисты, которые в претензии указали на ряд нарушений. Слушания по проекту производства метанола прошли в конце октября, причем два мероприятия сильно разнились. После первых слушаний проект был направлен на доработку, потому как население его не приняло. На вторых слушаниях люди чуть ли не единогласно проголосовали за строительство. Прокуратура продолжает проверку. Мы будем держать вас в курсе событий. Прочитала объявление в газете с весьма заманчивым предложением получить деньги в долг. Займ оформила под залог недвижимости. На то, что договор составлен с грабительскими процентами, нижнекамская пенсионерка внимания не обратила. Итог – на пороге ее квартиры приставы с постановлением о принудительном выселении. Наталья Лушникова расскажет обо всем по порядку. Вы пристав? Вы кто? Вот на какой основе вы здесь? Женщина, держите себя в руках. Парень в медицинской маске молчит и раз за разом атакует камеру судебным постановлением. А потом и вовсе сбегает. За дверью причитает женщина. Уверяет, приставы за долги выломали ей дверные замки. Это телевидение. Скажите, а кто у вас дверь-то ломал? Дверь эти приставы сломали. А зачем к вам приставы-то пришли? Я же говорю, я квартиру как будто миллион четыреста у них взяла. А взяла я 98 тысяч всего. Оформили на другого человека. В подробности истории женщина обещает рассказать, как только слесарь откроет заклинившую дверь. Мы вызвали мастера, но не успел он взяться за отвертку. В квартире разгорелся скандал. Что ты хочешь? Не буду, давай. А вот. Да. Не отрывайте, у меня тренинг нет. Вы сколько берете? Я так не знал, что заклинившую дверь. За закрытой дверью как минимум трое крики и взаимные оскорбления ненадолго прерывает наш вопрос. У вас есть кто-нибудь адекватный в этой квартире? Скажите, что у вас происходит вообще? Я поэтому... Адекватный я. Я дочь. Я поэтому хочу, чтобы вы уехали. Мама у меня неадекватная. Судебные приставы скрыли дверь, судя по всему, по закону. Да, это по закону. Поэтому то, что она вам говорит, это все неправда. Слова дочери подтвердили нам и в службе судебных приставов. С их слов действовали они в рамках закона, имея на руках постановление суда. В свое время женщина взяла займ под залог недвижимости. Деньги вовремя отдать не сумела. Накопился долг. Финалом и стало принудительное выселение из квартиры. В присутствии сотрудников полиции, представителей взыскателя, пенсионерку выселили. Теперь это уже не ее квартира. А ведь все так хорошо начиналось. Увидела объявление в газете, взяла деньги и подписала договор по принципу «Авось пронесет». Не пронесло. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Об этой теме нас попросили рассказать телезрители. Если у вас тоже есть важная тема или предложение, то связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 через сайт, его адрес ntr.defiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 9373 077. Больше трех тысяч несанкционированных свалок нашли школьники. Ребята каждый день патрулируют город и район в поисках мусора. Информацию передают в Министерство экологии. За активную борьбу за чистоту мальчики получили первое и второе место в республиканском конкурсе. И с ними встретилась Алсуа Русланова. Тагир и Ренат вышли на тропу войны. Главный враг – мусор, оружие, телефон. Через пять минут патрулирования улицы Бакюрманще противник замечен. Мешки валяются вдоль дороги. Нарушения зафиксировали. Подобные рейды по городу ребята проводят практически каждый день. Забота о чистоте привела их к республиканской награде. Мы выиграли в конкурсе «Экопатруль». Это экологический конкурс. Для чего мы занимаемся этим? Мы хотим сделать наш город чище, чтобы люди из других городов приехали и смотрели на наш красивый чистый город. 2000 фотографий несанкционированных свалок принесли Тагиру первое место и новый ноутбук. Ренат сделал чуть меньше, у него серебро, подарили фотоаппарат. За четыре года школьники нашли 12 тысяч мест складирования мусора. Школьный патруль – палочка-выручалочка для экологов. Все фотографии, которые вы сделали, нужно потом отправить через приложение. Правильно я понимаю? Да, мы отправляем все эти фотографии на школьный экопатруль. Приложение есть. Вот, снять нарушение. Фоткаем нарушение. И отправляем в Министерство экологии. В республиканском конкурсе победили не только ребята. Вторая гимназия, где учатся Тагир и Ренат, получила приз в номинации «Самая активная школа». Ученики постоянно участвуют во всех экологических акциях и не раз завоевывали первые места. Алсуар Сланова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Вопросы детей с ограниченными возможностями здоровья и дела инвалидности сегодня поднимались в общественные приемные. С горожанами встретилась депутат городского совета Нина Буханова. Также проблемы жителей решали заместители управления дошкольного образования и здравоохранения. На прием к Нине Бухановой пришли 34 человека. У всех на воспитании дети с ограниченными возможностями здоровья. Подавляющую часть вопросов горожан на расширенном приеме удалось решить прямо на месте. Прием проходил в рамках всероссийской акции «Щедрый вторник». Она продлится с 19 ноября до 3 декабря. Такой прием, когда целевой, обозначенный по теме, с участием всех субъектов, которые работают с семьей ребенка-инвалида, у нас проводится раз в год, как раз накануне единого приема партии «Единая Россия». В прошлом году мы проводили, в этом году он очень удачный, потому что сразу вопросы решаются на месте. На приеме меня услышали, все мои вопросы решили. Очень сильно помогли. Спасибо большое организаторам приема. Спасибо большое Анису и Яне Марселевне, которые организовала вообще для меня эту встречу. 350 нижнекамцев до конца этого года должны пополнить ряды вооруженных сил России. Но призыв идет не так гладко, как хотелось бы. Многие современные юноши морально не готовы к службе в армии. Здоровье тоже оставляет желать лучшего. Об этом пойдет речь в очередной программе «Тема дня» гость студии военный комиссар Нижнекамского муниципального района Фарид Менгариев. Кроме того, речь пойдет о дедовщине, уклонистах, которые зря бегают от военкомата и альтернативной службы. Пусть не обижаются родители девочек, кто бы там как ни говорил. Феминисты у нас утверждают, что у нас равные права. При всех равных правах право взять на себя трудности должно быть у мужчины. И только тогда будет хорошая семья. И только тогда будет, наверное, сильная сторона. Нужно понимать, что мужчины должны брать на себя вот эту ответственность. Если мы это воспитаем, я вас уверяю, вы можете считать, что вы его подготовили, в том числе и к военной службе. Программа «Тема дня» выйдет в эфир завтра в 18 часов 10 минут. И каждую среду на нашем канале новые гости. Кстати, тему для обсуждения вы можете предложить сами к другим темам. В 7 лет она не могла встать на ноги, но не сдалась. К своим 30 годам уверенно передвигается с помощью ходунков и готова к новым победам. Нижнекамка Гульнара Усманова – единственная, кто представит наш город на 6-м республиканском конкурсе среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана». Что пришлось для этого преодолеть, девушка рассказала в нашей съемочной группе. Вот это та песня, которую я буду исполнять на конкурсе. Она называется как? «Ощебалан». А в переводе называется «Горькая калина». Слова этой песни отчасти перекликаются с судьбой самой исполнительницы. В 7 лет Гульнара после тяжелой болезни перестала ходить. И лишь поддержка мамы и тренера Радика Закирова помогли ей встать с коляски и перейти на ходунки. Мне очень больно было все это пережить. Потому что я возвращалась домой с разорванными руками. Все перчатки были разорваны. Я ползала. Я для себя цель поставила, чтобы встать на ноги. Теперь у Гульнары есть еще одна цель – получить корону в конкурсе среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана». К состязанию девушка полностью готова. Есть профессиональное портфолио, два вечерних платья в пол и настоящий прорыв. Дефиле на сцене будет на каблуках. Палетки я носила, сандалии носила. Но каблуки – это первый раз. В этом году Гульнара единственная, кто представит Нижнекамск на «Жемчужине Татарстана». Есть у нее и вера в победу, и спонсоры, и красивые платья. Нет только группы поддержки. Если вы готовы поболеть за нашу красавицу, добро пожаловать в зрительный зал Казанского центра «Экият». Конкурс состоится 6 декабря в 11 часов. Вход свободный. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов. Новости НТР. Жители улицы Вокзальная удивлены беспечностью рабочих, которые демонтировали рекламный щит с обочины. Дело в том, что его просто сняли и увезли. А вот место, где он крепился, оставили и даже не засыпали землей. Воронка так и осталось красоваться, а точнее портить внешний вид района. Чтобы ситуацию исправили, люди обратились к нам. Ведь к кому относятся территории, они даже и не знают. Мы передали информацию коммунальщикам. Надеемся, что они отреагируют на сообщения оперативно. Понравилась новость или вы что-то пропустили, не переживайте. Вы можете следить за городскими событиями в группе НТР24 ВКонтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране. Там же ровно в 19.00 начинается прямая трансляция программы новости. Поэтому советую подписаться на группу и на оповещение в ней. Сайт НТР24 тоже всегда оперативно обновляется. Поэтому следите за новостями и там. Всю информацию о том, что происходит в городе, можно получать и через Инстаграм. Адрес страницы тоже указан. А также в нашей группе в Фейсбуке. Воспитание, уважение к традициям народов России и укрепление межэтнических отношений. В колледже нефтехимии и нефтепереработки. Сегодня прошел отборочный тур в фестивале национальности Бесберге. Десятки номеров представили на сцене колледжа сотни молодых нижнекамцев. Здесь ученики школ, воспитанники подростковых клубов и студенты. Весь многонациональный колорит России ребята показали в своих творческих номерах. Конкурс проводится в трех номинациях. Пение, танец и фольклор. Каждый из десяток творческих коллективов города и района. Фестиваль национальности Бесберге проводится в Нижнекамске четвертый год. Победители отборочного тура будут представлять район на республиканском этапе конкурса. Мы выбрали русскую культуру, так как мы живем в России. Мы решили поддержать это и все олицетворять на сцене. Мы выступали позапрошлом году три года подряд и прошли на республику. Какие планы на этот год? Пройти дальше, еще больше, еще дальше. Как нарисовать то, что никогда не видел? С этой задачей столкнулись участники конкурса «Город творчества». Юным художникам, до этого писавшим пейзажи или натюрморты, предложили нарисовать войну. Как справились дети с этим заданием и что их вдохновляло, узнаете из сюжета. В каждый мазок юные художники вкладывают всю душу. Писать картины на тему войны сложно, ведь о ней они только слышали. Отсутствие такого важного визуального восприятия не помешало художникам проявить свои таланты. Меня вдохновили плакаты, которые были нарисованы в советское время, во время войны. Сто разных рисунков и все на одну тему. 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Сожженные города, разрывающиеся снаряды, лозунги. Чего только участники конкурса не рисовали на холстах, вкладывая в работу особый смысл. На войну все действуют деньги, власть, деспотизм, нацизм. Что это все влияет и потом происходит война, сильно войны приносят плоды. Город творчества, конкурс республиканского масштаба, жюри требовательное. Оценивают художников по двум номинациям. Это станковая и дизайнерская композиции. Большое значение влияет оригинальность и видение автора. Тема очень сложная, ее даже надо пронести, через себя пропустить, свое отношение еще выразить, передать правильно, без искажений, ход событий того времени. Жюри долго оценивало все работы. В итоге нижнекамские художники стали лучшими в двух номинациях. Это живопись и дизайн. А в Нижнекамске наградили победителей конкурса «Я и мой велосипед». В нем участвовало более 50 человек. Жюри оценивало портретные и жанровые фотографии в номинациях «Велотуризм», «Велоспорт» и «Велоспорт и дети». Организаторы творческих состязаний – автогородок и отдел ГИБДД. Лучшие работы выставлены в молодежном центре ковер. А в Нижнекамском районе прошел сладкий фестиваль – праздник «Варенье». 16 мастериц из села Кулмакса представили свои домашние лакомства. Джем, повидло, варенье и все разных вкусов. Это клубничное, тыквенное, земляничное. У каждой хозяйки свой особый рецепт. Попробовать мог каждый. Для гостей организовали не только праздничный стол, но и концерт. Далее вас ждет спортивный обзор от Веры Вирц и прогноз погоды. А я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 через сайт, его адрес ntrdefiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8-917-9373-077. До встречи. Сегодня о новостях спорта. Футболисты-нефтехимика победно отправились в отпуск. Все на лед. Начал работу каток в парке нефтехимиков. Об этом не только. Сразу после рекламы. Стоматология Дентал. Лечение зубов любой сложности. Все виды протезирования, удаление зубов без боли, установка имплантов под ключ в 30 тысяч рублей. Консультация бесплатна. Работаем по полюсам. СОГАЗ. Ресо-гарантия. ВТБ страхование. Гагарина 54. Подробности по телефону 417090. Стань Дедом Морозом вместе с медиахолдингом НТР. Приносите в редакцию игрушки и сладости. А наш Дед Мороз устроит праздник там, где он очень нужен. Телефон для справок 400770. Прием ведет Исмогилов Гамир Гарифович. Кандидат медицинских наук. Доцент. Заслуженный врач Республики Татарстан. Хирург высшей категории. УЗИ обследования органов брюшной полости и малого таза с выездом на дом. Консультация лежачих больных на дому. Своя методика лечения почечнокаменной болезни. Консультация в области хирургии, сосудистой хирургии, урологии, проктологии, онкологии. Остеопороз шеи и поясничного отдела позвоночника. Снятие боли в крупных суставах. Диагностика лечения сексуальных расстройств мужчин. Аденома, простатит. Очищение от паразитов. Проблему семейного бесплодия решаем совместно с репродуктологом высшей категории, акушером-гинекологом и с Могиловой Галиной Ивановной, заслуженным врачом Татарстана. Обращайтесь, когда другие вам отказали и вы устали лечиться. Исправляем заблуждение в диагнозе, учим устранять причину, вызвавшую болезнь. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Вера Вирца. Здравствуйте. С поражения стартовал на выезде хоккейный нефтехимик. Наша команда в Москве уступила местному «Спартаку». Счет открыли красно-белые уже на второй минуте игры. Нефтехимик схлопотал удаление, за что и поплатился. Робин Ганзл добил шайбу с дальнего пятака. Нижникамцы свои попытки в первом периоде использовать не смогли, хотя и играли в формате 5 на 3, почти минуту. После перерыва нижникамский клуб также чаще играл в большинстве и решил атаковать более агрессивно. В третьем периоде «Спартаковцы» сыграли строго по счету, так и не позволили сопернику отличиться. И в итоге Нижникамск уже во втором матче подряд не смог забросить шайбу. Теперь о футболе. Если наши хоккеисты с минимальным счетом проиграли, то футболисты праздновали победу. В последнем матче перед отпуском в Казани нефтехимик принимал красноярский Енисей. Нижникамцы очень активно начали матч, подавляя соперника на всех участках поля. Причем действовали комбинационно. На высоких скоростях открыть счет наши могли уже на 18-й минуте. Удар у Ридии был неточным. В концовке матча мог отличиться Шадрин. Вторую половину Енисей с первых минут заиграл острее, пытаясь перехватить инициативу. На 66-й минуте после подачи очередного углового, выиграв воздушную дуэль, Максим Ширяев сбросил мяч головой и Мираби у Ридия забил у ворот свой десятый гол в первенстве, принеся очередную и заслуженную победу нашей команде. Жалко такую игру проигрывать. Я не скажу, что наиграли на победу, но вообще она по большому счету нулевая. Тяжело было нам в этом сезоне. Много игр, непривычных для нас. Но до конца дотерпели. Я считаю, что ребята молодцы в этом отношении. Очень тяжело на протяжении всего этого этапа было поддерживать себя в тонусе, мотивировать себя дополнительно. И они чемодан еще не успели собрать. И последний матч выдали как обычный матч, который в течение сезона проходит. Это теперь вот уже радуются и отдохнут уже после, как вся работа выполнена в этом году. В Нижнекамске завершилась матчевая встреча спортшкол городов по Волжье по легкой атлетике, посвященная памяти директора спортшколы Юрия Жадовского. На протяжении двух дней в спорткомплексе «Шинник», где ранее успешно работал Юрий Германович, состязались юноши и девушки с 2002 по 2005 годов рождения. Медали разыгрывали среди 250 участников, представлявших города Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. Программа турнира включала в себя бег на 60, 200, 400, 800, 1500 метров, 60 метров с барьерами, а также прыжки в высоту и в длину. Легкоатлеты спортклуба «Нефтехимик» завоевали 10 медалей, отметившись в пяти дисциплинах. Лучший результат показала Алина Алимжанова. В беге на 800 метров у нее золото. Все на лед в парке «Нефтехимиков» открылся массовый каток. Покататься на ледовой площадке может любой желающий. Со своими коньками это можно совершенно бесплатно. Если своего инвентаря у вас нет, то его можно взять на прокат прямо на катке. Детские коньки при аренде до двух часов обойдутся в 70 рублей, взрослые – 100. Также работает и заточка коньков. В будние дни каток в парке «Нефтехимиков» работает с двух часов дня и до 10 вечера. Выходные дни и каникулы – с 10 утра до 22.00. Так что, чтобы не замерзнуть, время нужно проводить активно. Все на лед. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70, а также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор программы «Спортивный клуб «Нефтехимик»» приглашает всех нижнекамцев на каток в парке «Нефтехимиков». Время работы катка – в будние дни с 14 до 22 часов. Выходные дни и каникулы – с 10 до 22 часов. 27 ноября в Нижнекамске ясно. Температура воздуха – минус 6 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. В середине недели будет пасмурно. Спонсор программы «Спортивный клуб «Нефтехимик»» приглашает всех нижнекамцев на каток в парке «Нефтехимиков». Спортивный клуб «Нефтехимик» приглашает всех нижнекамцев на каток в парке «Нефтехимиков». Время работы катка в будние дни с 14 до 22 часов, выходные дни и каникулы с 10 до 22 часов.